Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому, друзья! И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры! Ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, всему истрадавшемуся человечеству, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Приветствую всех вас! Сегодня 19 января, и сегодня Крещение Господне отмечается по старому стилю. Старый Новый Год, старое Рождество, старое Крещение. Да, вот это все даты по старому календарю. И большинство христианских церквей, в том числе православных в мире, отмечают, конечно, раньше по новому календарю. Это уже не по старому стилю, а по новому стилю. Но все, кто сейчас празднует, конечно, пусть Бог благоставит. И поздравляю всех, да, и пусть осознание-то придет с самого Таинства Крещения. Пусть осознание придет с самой сути Крещения. Да, молюсь об этом. Говорил сегодня немного об этом и на утренней молитве, вчера на вечерней молитве. И сегодня вот днем здесь рассуждаю, да, о теле и крови Христа, о Рождестве, о рождении Мессии, о Крещении Христа, о Боговоплощении, как вот мы говорим, Бога, Бога явления. Бога явления. Великое Таинство, друзья, величайшее Таинство веры. Спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю тебя. Благословен Господь Бог наш, Царь всей Вселенной, возлюбивший мир и отдавший самого себя за нас. Сына Своего Единородного, на крест на Голгофу, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Да, друзья, и пришествие Сына Человеческого, Сына Божьего, Бога явления, как мы говорим, да, говоря о Крещении, говоря о Рождестве, обычно мы говорим Бога явления. Ну, а праздник Крещения в православной традиции нашей так и называется, Бога явления. И смысл Бога явления именно в этом, в спасении, ради нашего спасения. Пришел Господь Иисус и совершил все это, да. И пришел, воплотился сверхъестественно таким образом от Девы Марии, от Духа Святаго. И Крещение на Иордане принято было. Здесь, конечно, в наших широтах, конечно, сейчас зима, мороз и так называемые крещенские морозы как раз, да. Ну, а там в Израиле в это время года, это уже весна уже, месяц Шват именуется, да. И там, конечно, погода на Иордане совсем другая. Там, хотя тоже прохладно еще достаточно, но все в сравнении, конечно. На Иордане, там в Израиле, конечно, сейчас, ну, по-нашему, как лето уже получается, да. Весна и лето. Уже тепло. Ну, а здесь, конечно, холодно. Здесь морозы. Ну, сейчас еще не такие сильные морозы, но вообще, по традиции, как раз именно на Крещении Господне, вот, как раз в январе месяце самые такие, так называемые, крещенские морозы обычно, да. И традиция есть такая, правда, она такая, на мой взгляд, сумасшедшая традиция вообще. Вообще, окунаться в проруби в это время, да, это для любителей экстрима, слушайте, да. Это для тех, кто действительно любит такой экстрим в жизни. Но, конечно, сама традиция окунания на вот эти морозные такие дни, на Крещение, она традиция чисто народная, хотя и церковная тоже, но многие священнослужители тоже поддерживают эту традицию, но она на самом деле, ну, не имеет отношения никакого к христианству вообще. И это просто околохристианские народные традиции, такие будем договорить. Я сам никогда не пробовал подобное, хотя многие рекомендовали, просили, даже там, может быть, пойдете с нами и говорю, не, не, спасибо, извините, это не для меня. Да, да, но, хотя есть моржи закаливающиеся, но сама суть Крещения не в этом совершенно, друзья, конечно. Когда начинаешь с людьми разговаривать о самой сути Крещения водного, да, о том, что произошло там, на Иордане, в жизни Иисуса, о том, что происходит сейчас в жизни верующих, когда мы принимаем водное Крещение. Конечно, да, у многих просто рты открываются, челюсти отвисают, грубо говоря, так вот, как говорят, да, сейчас. Действительно, да, для многих это просто революция сознания, изменение мышления. Как так? Вот это да. Оказывается, Крещение – это испрашивание у Бога доброй совести, или обещание Бога служения доброй совести. Это действительно акт веры, это то, что совершается действительно по вере. И, как вот говорил еще один из величайших проповедников в истории христианства, такой протестантский золотоустый Чарльз Перджин в XIX веке, очень хорошо он выразил эту мысль, говоря так, что не Крещение приводит к возрожденной жизни, а возрожденная жизнь приводит к окрещению. Действительно, водное крещение имеет погружение в воду, погружение в воду самое, да, имеет смысл именно в вере, имеет смысл именно в этом исповедании веры, в этом провозглашении Иисуса Христа своим личным спасителем Господом, в этом обещании служения доброй совести, в этом испрашивании у Бога доброй совести. Самое великое таинство – Христос в нас, друзья. И само Крещение слово, это греческое, в оригинале Библии, это слово «баптизо», означает, да, погружение, окунание. Но в старом греческом, на котором был написан Новый Завет «баптизо», означало именно не просто даже водное окунание, а погружение, и там пребывание, и пропитывание всем тем, во что ты погрузился. И шла речь о солении огурцов, солении овощей. Вот, использовалось так, баптизо это слово, по крайней мере, в те времена, еще лет за 300, еще до нашей эры, даже больше, еще в литературе эллинской, именно для описания соления огурцов и прочих овощей. И вот малосол таким образом не называли, хотя тоже пользовался спросом тогда и популярностью малосол, но, в общем-то, именно этим словом обозначали прошедшую просолку полностью овощей, именно огурцы, большей частью, как раз, да, эллины любили, греки. Ну, в наших широтах тоже огурцы сейчас мы любим, да, значит, и солим их, и малосол, баптизу не называли, баптизу называли именно полностью прошедшую просолку, да, овощей. И овощей, и Новый Завет недаром говорит, да, о нас, как о вот некоторых, неких овощах, да, проходящих просолку. Имейте соль в себе, не просто на шкурке, да, как малосол, а имейте соль в себе, да, соль самого Господа. Да, Христос в нас, упование и слава. Вот это самое великое таинство, о котором я говорю и буду говорить, да. Сегодня вечером тоже, да, с Бог в вечернем эфире буду говорить об этом. Друзья, подключайтесь, да, вот к утренним эфирам, вечерним эфирам в 6 утра и в 6 вечера по московскому времени. Я сейчас дома в Туле, поэтому провожу по московскому времени в 6 утра и в 6 вечера эти эфиры. Да, и с хлебопреломлением, с причастием Евхаристии, с молитвами, с песнопениями, со словословием Господу. И смысл вот этих эфиров именно я вижу вот в этом баптизо, именно в погружении в Господа и пропитывании Господом. Пропитка Богом. Да, Новый Завет, друзья, именно в том и заключается, что Христос в нас, упование и славы. Христос в нас. Да, а по поводу крещения, вчера я вечером говорил в эфире тоже, да, что упоминал о том, что Твила, Миква, водное погружение, обрядовое очищение, с покаянием, да, это то, что было хорошо известно евреям задолго до нашей эры, еще времен Моисея и Иисуса Навина и после того. Поэтому то, что сделал Иоанн, допустим, на Иордане, это не вызвало шок никакой, это не вызвало кучу вопросов, да, значит, зачем это делается вообще, для чего это делается. Все прекрасно понимали, да, в еврейской традиции религиозной это до сих пор сохраняется традиция Миквы, да, погружения обрядового. Вот сейчас, конечно, немного все это трансформировалось, немного все это видоизменилось, но в христианском понимании это водное погружение с действительно посвящением Богу, да, с погружением как бы в Бога, вот, как новая жизнь, рождение новой жизни, да, как таинство, как образ, как символ возрождения нашего. Интересный очень, красивейший образ, слушайте, красивейший образ, вот, и, ну, опять-таки, я крещу, конечно, с превеликим удовольствием, совершаю таинство крещения, вот, и в наших церквях, и в гостях, когда бываю в других конфессиях, других деноминациях, участвую, и, ну, каждый раз я подчеркиваю мысль эту, и сегодня хочу подчеркнуть, что самое-то главное, не просто окунание даже в воду, а самое главное в баптизу, это погружение в Господа самого, крещение в самого Иисуса, погружение в Него, в сущность Отца, в сущность Сына, в сущность Духа Святаго, да, в этом есть действительно таинство крещения, и это совершается нами ежедневно, наше погружение в Него, наше пропитывание им, удивительно, Слава Тебе, Господь, за все Благоставляю вас, люди добрые Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя Да обратит Господь лицо свое на Тебя, и даст Тебе мир Во имя Иисуса Христа, аминь, аминь, аминь Да, друзья, погружаемся в Господа и пребываем в Нем непрестанно, пропитываемся им Да, в современном греческом языке еще со средних веков баптизу имеет значение именно погружение, в смысле окунание Но в старом греческом, когда был написан Новый Завет, не окунание, а погружение, и там пребывание, и просолка, полная просолка, пропитка Поэтому слова Иисуса, когда Он уходил, последние слова Его, да, можно сегодня так перевести для понимания, лучшего понимания Нового Завета Сегодняшними нашими верующими нами Кто будет веровать и погрузится в Меня, пропитываясь Мною, будет спасен Да, а кто не будет веровать, осужден будет, то есть так и засохнет, будет засыхать на грядке, на огороде царства всего, да, мира всего Но Господь хочет с грядки нас в катки свои собрать и пропитать самим собою, своим святым рассолом, да, и в этом рассоле, и чесночок, и травка, и все, и сальца, и все, 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 соль этой Мы пропитываемся всеми этими ингредиентами царства Божьего, плодами Духа Святаго, обогащаемся, удивительно Это все Он, друзья, пропитываемся Его любовью, миром, шаломом сверхъестественным Спасибо Тебе, Господь, за все Благоставляю вас, друзья, благоставляю вас, люди добрые Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами Спасибо Тебе, Господь, за добрый вечер Спасибо Тебе, Господь, за этот день прекрасный, да, морозный, прекрасный день Ты с нами во все дни до скончания века Ты с нами во все дни Слава Тебе Пусть этим праздником, да, вот, действительно, миллионы православных задумаются о сути крещения И не только православных, вообще, миллионы, миллионы христиан, разных конфессий И тысячи и тысячи священнослужителей, и не только наших православных Вообще, разных христианских священнослужителей, разных конфессий, и номинаций Пресвитеров, старейшин, да, именно о том, что действительно погружение в Тебя нам должно совершать И пропитываться Тобою Спасибо Тебе, Господь, спасибо за все Над землей лишь один Господь Иисус Христос В моей жизни один Господь Иисус Христос Над землей всей один Господь Иисус Христос Бог лишь один во всей вселенной Иисус Господь для всех В Его имени для нас спасение Иисус Господь для всех Он подлинный есть свет, просвещающий все народы И слава народа своего Израиля Слава Иисусу Христу Навеки слава Богу Святому Аминь Из города Тулы С Россией, с любовью Во Христе Иисусе Господе нашим Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская православная церковь Христа Спасителя Киевская архиепископия Аллилуйя Молюсь за наших священнослужителей За наших епископов, священников, диаконов И не только за нашу юрисдикцию, конечно, православную такую, евангельскую, обновленческую Но и за всех православных Традиционных православных За всех католиков Кстати, в эти дни мы молимся Наша архиепископия Мы молимся о единстве христиан Папа Римский Франциск благоставил С 19-го Нет, с 18-го, со вчерашнего, еще числа До 26-го в этом году, января Так что, да, будем держать в курсе Постараюсь тоже об этом говорить сегодня Все, с Богом